В Москве есть замечательный музей, Останкинский музей творчества крепостных мастеров. Он расположен в Останкинском дворце, который был построен в конце XVIII века крепостными графа Николая Петровича Шереметьева. Творчеству и судьбе создателей этого дворца крепостным актерам и музыкантам Останкинского крепостного театра и посвящена наша сегодняшняя передача. Крепостное право. Под его тяжестью томились миллионы русских людей в тогдашней России. Но особенно невыносимым крепостное право было для талантливых и образованных людей, которые осознавали нелепость и трагизм своего положения. По прихоти господ их могли отправить на конюшню и выпороть, могли продать и обменять как любую вещь, оторвать от любимого дела и превратить из художника в лакея, из музыканта в свинопаса. Невыносимой была судьба тех из них, кто оказывался под властью жестоких и необразованных людей. Не таким был граф Николай Петрович Шереметьев. Но судьба и его крепостных мастеров была не менее трагичной. Давайте же сейчас войдем в Останкинский музей, где сохранившиеся документы и всегда молчащие вещи помогут нам многое узнать о судьбе этих замечательных людей, вписавших прекрасную страницу в историю нашей культуры. Мы с вами в вестибюле Останкинского дворца. Перед вами портрет его владельца, графа Николая Петровича Шереметьева. Николай Петрович Шереметьев был одним из самых образованнейших русских дворян конца XVIII века. Любитель театра, тонкий знаток искусства. Он был одним из самых богатейших помещиков в тогдашней России, и его владения располагались в 17 куперниях. В них проживало 210 тысяч крепостных крестьян. Останкинский дворец был задуман Шереметьевом как парадный дворец. Дворец для приема гостей. Дворец-театр. В музее бережно хранятся документы, относящиеся к периоду создания дворца. С некоторыми из них я вас сейчас познакомлю. Останкинский дворец строился по чертежам, созданным вольными и крепостными архитекторами. Во главе всего строительства Шереметьев поставил своего опытного, талантливого крепостного архитектора Алексея Федоровича Миронова. Вот чертежи, по которым строился Останкинский дворец. Это чертеж общего вида дворца. Миронов неотлучно находился в Останкино. Он перерабатывал чужие и создавал свои собственные проекты. И строго следил за тем, чтобы здание строилось по чертежам, утверденным графом. А вот это чертеж театрального зала Останкинского дворца. Сам Шереметьев во время строительства находился в Петербурге. А здесь, в Москве, наблюдая за строительством, он поставил своего управителя Агапова. И вот из Москвы в Петербург постоянно летели отчеты о том, как идет строительство. Сейчас отчеты Агапова собраны вот в эту большую, толстую книгу. Когда читаешь эти отчеты, то видишь, в каких условиях, как строили Останкинский дворец. Давайте посмотрим один из этих отчетов. Агапов пишет графу. Работы домашними мастерами проводятся по настоящей скорой надобности, не исключая праздничных и воскресных дней. А в ночное время работают со свечами и с вечера до десяти, а поутру с начала пятого часа. Далее Агапов отмечает, что так работать могут только крепостные, а вольно заставить работать по праздникам и по воскресеньям он не может. Однако, пишет Агапов, сколько можно, и он их понуждаю просьбами, страхом и всячески. Дворец строился в очень тяжелых условиях. В одном из отчетов Агапов отмечает, что морозы в Москве достигают 28 градусов, а снега столь велики, каких давно не было. И вот, через несколько лет, строительство дворца было закончено. Теперь предстояло дворец украсить. Граф прислал в Останкино другого своего архитектора, 24-летнего Павла Аргунова. Молодому архитектору нужно было добиться того, чтобы каждый зал был красив по-своему, и ни один не был бы похож на другой. Под руководством Павла Аргунова стены и мебель обивали тканями. Для убранства первой комнаты амфилады выбрали малиновый бархат. И комнату назвали малиновой прихожей. Мебель, поставленная строго по стенам, хорошо подчеркивает ее форму. Оформление этого зала выдержали в голубых тонах и назвали зал «Голубым». Нежно-голубым штофом обили стены. Между колоннами повесили голубые драпировки. А в порталах дверей поставили атлантов, выполненных из голубого мрамора. С высокого потолка спустились хрустальные люстры с голубыми стержнями. 82 люстры украшают залы дворца. Вот это люстра с красным стержнем. Художники украшали потолок красочной росписью. Строгий рисунок потолка малиновой прихожей выполнил крепостной художник Григорий Мухин. Роспись потолка голубого зала отличается многоцветием и нарядностью. Лепщики трудились над лепным убранством. Лепнина то сплетается в пышные гирлянды, то собирается в изящные розетки. А тем временем начали работать паркетчики. Перед вами розетка паркета голубого зала. В центре большой цветок. От него расходятся светлые лучи. Заканчивает рисунок гирлянда колокольчиков. Набирали паркеты из различных пород дерева. Здесь и березы, и дуб, и сосна, и красное дерево. Ни в одном зале рисунки паркетов не повторяются. Своебразен паркет картинной галереи. Светлый, извивающийся узор, идущий по темному фону, как бы заключен в большую раму. Спешит граф, спешат мастера. Подгоняет их Агапов. А сам пишет в Петербург. В Останкове столяры, которые делают полы и прочие работы исправляют, стараются неусыпно. Только платьям весьма обносились. Многие не имеют у себя и обуви. Но работы продолжаются. Резчики начали украшать дворец деревянной резьбой. На дверях появились резные панно. То в виде строгого орнамента, то в виде колчана со стрелами, обитого венком цветов. Дерево покрывалось позолотой и становилось еще более нарядным. В Останкине были сделаны и эти нарядные торшеры. Группа крепостных резчиков под руководством Ивана Мачалина выполняла резьбу. Агапов сообщал графу, что торшеры резчики домашние делают, и чтобы поспешнее работали, приставлен для присмотра гусар не свой. Для украшения торшеров крепостные резчики вырезали около тысячи цветков. И вот цепочки колокольчиков обвили торшеры. Полевые и садовые цветы, листья и стебли различной формы сплелись в нарядные гирлянды. Крепостным мастером были выполнены и эти столы. Агапов посоветовал графу поручить их делать крепостному резчику Федору Никифорову. «Он и из русских лучший», – писал Агапов. Два деревянных лесных стола украсили картинную галерею. Длинные обозы везли в Останкино картины. Шереметьев поручил приобретать картины своему крепостному художнику Николаю Аргунову, брату архитектора Павла. Николай Аргунов привозил в Останкино произведения французских, итальянских, фламандских мастеров и размещал их в картинной галерее дворца. Не всегда удавалось приобрести подлинник. Тогда Николай Аргунов копировал картину и включал копию в коллекцию. Так было и с этой картиной, узнанный Ахиллес, скопированный Николаем Аргуновым с картины немецкой художницы. Приезжавшие во дворец гости обычно не подозревали, что видят не подлинные произведения, а копию, снятую крепостным живописцем. Наконец, все готово. Вспыхнули свечи в хрустальных жарандолях, бронзовых канделябрах, в огромных люстрах. Заиграл их огонь в многочисленных грани хрусталя. Отразился в зеркалах. Ожил дворец. Приехали первые гости, и необыкновенная красота дворца никого не оставила равнодушным. Как не может она не восхищать и нас. Как же сложилась судьба создателей дворца? Из письма крепостного архитектора Миронова графу Шереметьеву. «Пятьдесят шесть лет жизни моей, хотя не есть совершенная старость, однако, находясь под свирепым игом злейших припадков, потеряв и само зрение, прошу вашего сиятельства, премилосердного государя, благоволите отпустить меня на волю, дайте спокойно окончить остаток дней моих». Граф в просьбе отказал. А когда через несколько лет уже почти слепой Миронов вторично обращается с просьбой отпустить его на волю, граф приказывает своему управителю вразумить Миронова, сказать ему, что таким наглым и безумным образом от господина просить ничего не дозволено. Но, вспомнив о заслугах архитектора, прибавил покричать на него, но телесно не наказывать. Так и не дождался вольный архитектор Миронов. Умер крепостным и другой создатель дворца – Павел Аргунов. Но остался дворец. Остался как символ, как памятник труду и мастерству талантливых крепостных мастеров, его создавших. Остался как символ, как памятник труда и мастерству Талантливых крепостных мастеров В центре Останкинского дворца находится театральный зал. Огромная по тем временам сцена. На ней одновременно могли принимать участие более двухсот актеров. На сцене устанавливались красочные декорации, происходили волшебные превращения. Перед началом спектакля немногочисленные гости графа Шереметьева размещались в портере, амфитеатре, в уютных ложах билетажа, а принаряженная дворня толпилась наверху, у узких окошек. В музее сохранились эскизы декораций к спектаклям. Давайте сейчас представим, как это происходило. Поднимался занавес и начиналось представление. Перед глазами зрителей возникали то сцены бушующего моря с плывущими по нему кораблями. Актеры, как в сказке, летали над сценой или неожиданно исчезали, то возникал прекрасный дворец с великолепными колоннами. Гремел гром, сверкали молнии. Все эти удивительные превращения осуществлялись с помощью специальных театральных машин. Их создателем был талантливый крепостной механик Федор Пряхин. Перед началом спектакля 25 механиков занимали свои места и по специальному сигналу Пряхина начинали приводить действия свои удивительные машины. Но душой театра были, конечно, его актеры. 200 тщательно отобранных и хорошо обученных актеров составляли труппу крепостного театра. Сейчас я прочитаю вам указ, который написал граф Николай Петрович Шереметьев в 1793 году. Привезенным из Алексеевки мальчикам и девочкам опробовать голоса. И если голос хорош, то оставить. А девочек, у которых хотя и голосу хорошего нет, давит лица хорошие, то таковых в актрисы оставить можно. Крепостные крестьяне смотрели на увоз детей для барского театра как на одну из самых тяжелых повинностей. Ведь если забирали в Москву семилетнего ребенка, то родители уже не могли больше его видеть. Весь день этих детей проходил в постоянных упражнениях, репетициях, в затверживании новых ролей. Старые гравюры дают нам возможность представить, как выглядели сцены и спектакли. В театре Шереметьева шли комические оперы и балеты. Комическая опера 18 века была немного похожа на современную оперету. Актеры должны были уметь и петь, и танцевать, и декламировать. На сцене им приходилось создавать самые различные роли. То знатных дам и кавалеров, то хитрого слуги, то страдающей героини, а то мужественного и благородного воина. А иногда разыграть сцену из неведомой им заморской жизни. С особой строгостью обучали танцоров. Девушки носили железные обручи для стройности стана, как им объясняли. Много труда приходилось им затратить, прежде чем публика могла бы любоваться легкостью и изяществом их танца. Когда Шереметьев закрыл свой театр, большинство актеров и музыкантов за редким исключением были превращены в поваров, сторожей, прислугу или отправлены обратно в деревню. А ведь среди них были по-настоящему талантливые мастера сцены. С особым нетерпением всегда зрители ждали появления на сцене самой талантливой танцовщицы театра Татьяны Шлыковой. Живая и изящная Татьяна Васильевна Шлыкова, которой дали фамилию сценическую Гранатова, покоряла зрителей красотой и изяществом своего танца. Первой актрисой Шереметьевского театра была Прасковья Ивановна Ковалева на сцене Жемчугова. Свою первую роль Паша Ковалева исполнила, когда ей было всего 12 лет, но исполнила с таким блеском, что уже через год ей стали поручать большие и сложные оперные партии. Зазвучал на сцене крепостного театра чарующий голос, поражая слушателей своей красотой и выразительностью. Потрясала Жемчугова современников и своим необыкновенным драматическим талантом. Прекрасный голос, необыкновенный талант и добрый нрав актрисы пленили графа. Но он знатный вельможа по понятиям своего времени не мог жениться на крепостной. Тогда Шереметьев дал Жемчуговой вольную, а через некоторое время обвенчался с ней в одной из московских церквей. Крепостная актриса стала графиней Шереметьевой. Но это не принесло ей счастья. Теперь, как графиня, она не могла выступать на сцене крепостного театра, а как бывшая крепостная не имела права появляться в великосветском обществе. В роскоши, но в полном одиночестве проходили теперь ее дни. Туберкулез, болезнь в то время неизлечимая, подтачивал ее здоровье. В возрасте 34 лет Жемчугова скончалась. Вот уже почти 200 лет не выходят крепостные актеры на сцену театра. Но стены молча хранят память о триумфах актеров и о тех трагедиях, которые разыгрывались за его кулисами. Сохранилась в народе и память о замечательных, талантливых крепостных актерах графа Шереметьева. Почти два столетия живет созданная народом песня об удивительной судьбе актрисы Просковь Ивановны Ковалевой. Послушайте мелодию этой песни. старые аллеи Останкинского парка, могучие дубы, зеркальные пруды невольно возвращают нас к давно прошедшим временам и событиям. В начале прошлого века в одной из петербургских газет было помещено объявление о том, что недалеко Казахского моста в угловом доме господина Кусовникова у скрипичного мастера Ивана Батова продаются по сходной цене две скрипки Альц и Виолочеп итальянской работы. Это объявление поместил сам Иван Андреевич Батов скрипичный мастер крепостной графа Шереметьева. Пока действовал крепостной театр Батов неотлучно находился при нем. А когда театр закрыли ему было разрешено поселиться в Петербурге и продавать свои инструменты. Но имени его никто не знал. Вот и пришлось ему выдавать свои инструменты за работу итальянских мастеров. В музее хранится портрет Ивана Андреевича Батова работы неизвестных художников и два инструмента его работы «Виолочепь» и «Гитара». Его инструменты обладали великолепным звучанием и уже вскоре его имя становится широко известным. Уже при жизни Батова называли русским страдивариусом, сравнивая его инструменты с инструментами гениального итальянского скрипичного мастера. Батов сделал много инструментов и для крепостного театра графа Шереметьева. Оркестр крепостной не только сопровождал театральные представления, оркестранты выступали с исполнением симфонических произведений и играли во время приемов, которые устраивал граф Шереметьев вот здесь в египетском зале. Во время приемов оркестр располагался вот здесь на хорах. Современники отмечали великолепную слаженность игры музыкантов и прекрасное звучание инструментов. Уже в то время этот оркестр признавался лучшим крепостным оркестром России. Оркестр исполнял произведения и всемирно известных авторов и своих крепостных композиторов. Самый известный из них крепостной графа Шереметьева Степан Дегтярев. В молодости Дегтярев был великолепным певцом, выступал на сцене, а позднее он стал руководителем крепостного хора. И хор под его руководством завоевал славу лучшего крепостного хора России. Все силы Дегтярева уходили на руководство хором, и для работы над своими собственными произведениями у него почти не оставалось времени. Самое известное его произведение «Оратория освобождения Москвы» или «Минин и Пожарский». Она посвящена героической борьбе русского народа против иноземных захватчиков в начале XVII века. Это произведение имело уже очень большой успех при жизни Дегтярева. Обиды, унижения, постоянные угождения прихотям графа подорвали здоровье Дегтярева. Он умер вскоре после того, как получил долгожданную вольную нищете, не успев окончить свою вторую ораторию. Не сохранилось даже портрет этого замечательного человека, но остались его ноты, его музыка и сейчас волнует нас. Давайте вместе послушаем отрывок из оратории Степана Дегтярева «Минин и Пожарский». Дегтярева «Минин «Слава Минину Сморшавский! Слава Дед Дед Мостры! Слава 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 Минин И Сморшавский! Продолжение следует... 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 Продолжение следует...